Я их очень люблю. Посмотрите, сколько колбас. 12,99. Я не знаю, откуда они привозят их, кстати. Вы можете купить по большим скидкам, 50%. Вторая часть обзора наших продуктовых центров, магазинов. И вот, как видите, я сейчас пришел специально, чтобы записать небольшой отчет еще по продуктам из Кейрфура. Друзья, собственно, вот так вот выглядит Кейрфур. Видите, вот всегда на входе зачастую есть вот такие вот небольшие фудкортики, где можно купить, вот как минимум, даже суп продается, мороженое. И все самое необходимое, какие-то сэндвичи обработать руки можно. Ну и вот, посмотрите, какой он огромадный. Кейрфуры есть двух типов. Есть Кейрфур Экспресс и есть вот такие вот огромные. Кейрфур Экспресс – это, как правило, как что-то наподобие жабки. Тоже такие дорогие, где, ну, естественно, цена завышенная. И они работают тоже по воскресеньям. А вот такие торговые центры, они классные. И здесь можно купить все, что ты захочешь. А ценовая политика, ну, все равно, в принципе, она везде похожа. Везде разные акции, только в придачу. И я вот сейчас просто покажу некоторые моменты, которые отличаются по ассортименту, по предложению с остальными магазинами, типа вот Бедронки, Лидола. Потому что вот в целом вот он как в Ашане тоже есть. Ну, и вот посмотрите вперед, какой огромный он. И, ну, как видите, это просто посередине ряд, а по краям еще тоже витрины с продукцией. Ну, и вот видите, это вот все распродажи, то, что с желтыми, это все распродажи, распродажи, распродажи. Алкоголь для кухни все. И вот мне надо сейчас корзиночку взять и будем с вами... Вот, кстати, вот это вот птичье молоко, рекомендую обратить внимание на него, но, как раз, честно, на акции, вот видите, 12,99. Милка тоже для меня это фаворит, обожаю Милку. Я всегда на нее нападаю. Лучше убирать ее от меня, особенно если у них такой брауни вкусный. Вот это тоже молоко очень вкусное. А, вот видите, это что-то у нас на акции. А, это, наверное, вот этот вот сок. В общем, очень большой выбор всего. И сейчас я просто для вас запишу то, что основное. Здесь даже, кстати, вещи есть. В общем, все, что хотите, вы здесь можете приобрести. Ну, естественно, в таких торговых центрах они всегда больше, чем Бедронка. Вот Бедронка, которую я вам показывал до этого, это стандартные магазины. Как правило, таких сильно больших супермаркетов больше нет. А вот уже видите, сколько всего. Это только просто вот три ряда сладкого. Сколько здесь конфет еще. И вот я сейчас вам покажу мои любимые конфеты. Сливка, на которые я рекомендую обратить внимание. Они очень вкусные. И да, в Польше чернослив очень популярен. И вот как раз таки они. Вот. Это очень вкусные конфеты. Я их очень люблю. Так что рекомендую. И вот как раз таки 100 грамм 4,49. Вот овощной отдел. Посмотрите, какой он огромадный. Сколько здесь овощей, фруктов. Все, что хотите. Есть и отдел, вот уголок там дальше. С экзотическими фруктами. Очень много всего. Когда приходишь сюда, я даже не знаю, что купить. Это и плюс, и минус. Ну, вот тоже фрукты. Видите, вот как раз таки экзотические фрукты. Цены. Вот давайте, что у нас здесь самое такое основное. Это апельсины, да. Здесь я уже говорил, чуть-чуть будет подороже. Апельсины 5,99. Это очень вкусные апельсины. Я на них подсел. Я не знаю, откуда они привозят их, кстати. А, Греция. Очень вкусные. Бывает, купишь и не хочешь есть. А это я уже три раза подряд покупал. Вот отдел, про который я вам говорил. И вот почему мне он нравится. И в целом, я рекомендую обратить внимание. Видите, крупы, которые можно покупать на развес. Которые по 100 грамм. А в Ашане, допустим, там на кассу подходишь, и для тебя все взвешивают. А здесь самообслуживание. То есть фасоль, бобы, всякие бобовые. Вот орехи. Где-то гречка была, наверное, это в другом отделе. То есть есть и гречка, и все, что хочешь. Ну и в таких вот магазинах, как я говорил, можно там гречку покупать. Сразу килограмм есть, не в пакетиках. Вот на развес берешь сухофрукты. Тоже вот семечки, орехи. Все, что хотите. Вот там есть отдел с рыбой. Вот, кстати, давайте сравним. Здесь стоимость рыбы. Но здесь такого нет. Наверное, вот есть похоже, наверное, как в бедронке. Ну, в принципе, одинаково. 36,63. Ну, там как-то покрасивее рыба была. Вот такой вот рыбный отдел. Давайте посмотрим, что у нас здесь почем. Красная рыба стейки 46,99. Переветки. Ну, вот здесь, конечно, плюс то, что огромный выбор. И вот макрель. Вот этот макрель 15,99. Она очень вкусная. Я рекомендую на нее обратить внимание. Как видите, и рыбный отдел, и курицы здесь очень много. Здесь, кстати, вот видите, есть именно отделом, куда вы можете купить просто три штучки. Вам не надо покупать там упаковку. Вот 4,99 окорочка за килограмм. Крылышки 8,99. Это, кстати, как раз-таки на акте. Это очень хорошая цена. 8,99 бедрышки. Есть, допустим, вот это. Не красиво, но... Простите. А 13,59 это филе бедрышек и филе... Ну, здесь, как видите, колбасы на развес отделы есть. Все как и в наших странах. Сыры, колбасы такие, такие. Отдельные отделы есть с сырами. Вот, посмотрите, сколько колбас. Тоже выпечка здесь тоже своя. Очень много всяких булок. Вот даже есть куры-гриль. Именно круассанчики. Это вот всякие здесь пицца. Булки с сыром. Простые фитнес-булки. Ну, в общем, там дальше багеты и все, что хочешь. И по ценам, ну, давайте, вот булочка 1,59. Вот такая вот большая сдоба с сыром. Вот такой вот чесночный батончик 2,39. Ну, вот яблоки. Я уже говорил, что яблоки это в Польше свои. Их очень много. И они очень вкусные. По цене 3,49 в основном. Ну, в принципе, видите, все яблоки 3,49. Вот. Ввели программу, где большая проблема. Очень много выбрасывается просроченной еды. И когда подходит окончание срока годности где-то за неделю или за полмесяца, то вот в такие вот места в холодильнике отдельные помещают. И вы можете купить там, ну, по большим скидкам, там, 50%, 70%. Вот, допустим, смотрите, 61% биохлеб стоил 7,79, стоит 3 злотых. Ну, и тут очень много всего. Допустим, вот, давайте еще на примере колбасы покажу вам сколько. 47%, 7,19 стоило, 3,79 стоит. Ну, то есть, как видите, ну, и всякое вот масло, все, что хотите, здесь есть. Есть кассы с самообслуживанием. Эта касса не работает, куда я хотел пойти. Вот те две дальние кассы. Можно рассчитываться наличными. А так вот эти кассы, вот эти кассы. Тут написано, что можно рассчитываться только карточкой. Вот, собственно, что я сейчас и собираюсь сделать. Видите, тут написано, платная стрелька карта. То есть, можно только карточкой. У меня только водичка. Беру, подношу водичку. Он пробивает. Стоимость обязательно надо положить. А потом говорит, что закончить и заплатить. Не мам, не карта. Ну, и все, и оплачиваешь. Сюда прикладываешь карточку и уже пробиваешь. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, вам было интересно, полезно. Если вас интересуют какие-то подробности, темы по адаптации проживания в Польше, пишите нам в комментарии. Оставляйте заявки на сайте по выбору вакансий. И если что-то вам будет интересно и будет большое количество заявок, то мы обязательно для вас запишем еще вот такие вот обзоры. Надеюсь, вам было интересно. И дайте, пожалуйста, обратную связь в комментарии. Друзья, всем пока и всем привет из Варшавы. Ждем вас здесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok